Мария Колесникова похищена в центре Минска неизвестными. Члены координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Об этом рассказала очевидец Анастасия, на глазах которой все и произошло. По словам Анастасии, случилось все около 10 часов 05 минут возле Национального художественного музея. Анастасия шла от проспекта независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову. Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была Марка Соболь. Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот. Обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон. Один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают, рассказывает Анастасия. Снять происходящее на телефон девушка не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат. Телефон Марии доступен, но трубку она не поднимает. Пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков в 10 часов 13 минут сказал, что Мария одна была в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от ТАТ.БА и стал выяснять, где находится Мария. В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен. Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними, сказал член координационного совета Максим Знак.